Здравствуйте, мои дорогие друзья, все те, кто смотрит мой канал, с удовольствием вас приглашаю в гости. И сегодняшняя тема нашего винтажного показа будет парочки. Почему у меня навеялась такая тема? Потому что сегодня к нам в гости приезжали лебеди, приплывали. Мы живем у самой воды, и частенько к нашему дому подплывают лебеди. И это очень-очень приятно, это очень здорово, это замечательно. И вот вдохновившись их посещением сегодняшним, я решила, что сегодняшняя тема нашего показа будут парочки, будет любовь. Вот, первая парочка, которую вы уже видите на экране, это вот такие замечательные статуэтки. Давайте рассмотрим их поближе. Итак, вот эти замечательные статуэточки, смотрите, какая прелесть. Вот это вот, смотрите, какая хорошенькая дамочка с корзиночкой. Вот, они, к сожалению, не маркированные. Я их купила в нашей церкви. При нашей церкви есть такой магазинчик, магазинчик Second Hand. И там иногда бывают очень-очень приличные вещи. И вот, вот такие вот симпатичные статуэточки. Вот, это наша первая парочка. Так, и следующая наша парочка. Вот такие вот простаки, такие вот крестьяне. Американские крестьяне, я думаю, что зажиточные. Вот, вот он, вы видите, он держит трубку у себя. И она держит скалочку в руках. Вот такие вот интересные, замечательные фигурки. Ну, очень они мне нравятся. Тоже без маркировки. Это, а нет, там есть какая-то маркировка, смотрите. Вот так, говорит, Japan. Вот, вот даже сама не знала, что там есть маркировка. Ну, на дядечке ее нет. Но видно, что это вот парочка принадлежат к одной компании. Изумительные, изумительные вещички. Это солонка для соли и для перца. Видите, какая прелесть. Просто изумительная. Просто изумительная. Наконец-то, следующая наша парочка. Вот такая галантная сцена. Это на вот этой изумительной броши. Очень старенькая. Чувствуется, что она пожившая вещь. Конечно же, без маркировки. Мне редко везет на вещи с маркировкой. Но, знаете, честно говоря, я не гоняюсь за маркировками. Мне интересен всегда сам дизайн. Иногда бывает знаменитая вещь с маркировкой. Все. Но она бывает настолько простенькая и неинтересная, что даже это ее и не спасает. Поэтому для меня важно, чтобы вещь была интересная, симпатичная, какая-то необычная. Вот как в случае этой броши. Следующая наша парочка. Это, опять же, галантная сцена. Вот с такой вот, такой изумительный фарфоровый кулончик с цепочкой. Просто потрясающий, на мой взгляд. Я его часто ношу. Вот. Собираю комплименты. Меня все время на работе спрашивают, где я столько всего нахожу. Ну вот, нахожу. И откуда я столько всего нахожу. Ну вот, люди обычно не замечают красоту, но я никогда не прохожу мимо. Вот. И я всегда покупаю такие изумительные вещи. Вот где-то я вижу их там на ярдсейлах, где-то я их вижу на секонд-хендах. Там, ну, в общем, где я вижу красоту, я всегда покупаю. А дальше у нас с вами вот такой симпатичный лак. Это он был на заднем фоне. И вот теперь я его приближаю, чтобы вы могли его рассмотреть. Сейчас я его сниму с манекена и покажу вам. Вот такой вот совершенно изумительный лак. Смотрите, как интересно. У него вместо маркировки вот такой вот значок. Девочка, если кто-то знает, что это такое, какая-то компания, я буду очень благодарна. Здесь, конечно, немножечко снялась позолота, потому что вещь уже не новая. Вот. Я вообще-то покупала локет сам по себе. Вот он такой. Но я потом решила на него сделать вот такое вот ожерелье. Я надеюсь, что это более-менее подходит. Если не подходит, скажите мне в комментариях. Я, может быть, переделаю. Вот такой вот симпатичный довольно лак. Сейчас я его раскрою, вам покажу. Вот такой вот он. Внутри, конечно, он позолота сохранилось. Такая симпатичная, довольно очень интересная вещь. Опять же, парочка. Опять же, влюбленная вот такая галантная сцена. И вы знаете, мои дорогие девочки, я хочу посоветовать всегда иметь в доме изображение пары. Это нужно для того, чтобы у вас всегда в доме была полная чаша. Всегда, чтобы вы были в паре. Потому что все-таки в паре жить легче гораздо. И тем, кто ищет спутника жизни, я тоже советую. Вот такой маленький, знаете, это психологический прием, когда вы держите вот в доме изображение или картины влюбленной парочки, или какие-то предметы. Это вам помогает быстрее, как бы определиться, быстрее найти свою пару и стать счастливым. Так, и напоследок вот такая симпатичная парочка, которая вот тоже вдвоем. Они, видно, что они попали в непогоду, в какой-то вот такой ветер, вот видно, как сильно дует ветер и все такое, но они все-таки вместе. Они вместе, они вместе преодолевают невзгоды и идут вместе по жизни. Тоже очень изумительная статуэтка. Она мне очень-очень нравится. Вот такая статуэточка. Сейчас я сделаю поближе, чтобы вы посмотрели. Вот такая совершенно изумительная. Изумительная. Давайте я ее поближе вот так вам покажу. Я не знаю, она такая вот тяжеленькая. Я не знаю, из чего она сделана. Но вот такая вот. Сейчас я попробую внизу. Вот так вот сделаны ножки. Вот такая вот совершенно-совершенно изумительная статуэточка. Такая вот опять же парочка. Ну что ж, мои дорогие, мои дорогие зрители, спасибо вам огромное за просмотр. Я очень рада, что вам нравятся мои видео. Я буду продолжать снимать. Это только маленькая толика моей огромной коллекции. Моей огромной коллекции всяких статуэточек, знаете, винтажной бижутерии. И я надеюсь, что вам понравилось. Желаю вам всего самого-самого хорошего, мои дорогие. Всего самого доброго. Здоровья. Будьте всегда счастливы. Будьте всегда в паре. Будьте всегда позитивны. И дай Бог, чтобы вы вместе всегда преодолевали все трудности. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok